В эфире телеканала Юрген Крик, криминалы комментарии в студии Таисия Жакова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Из обличила ДНК. Сразу два тяжких преступления раскрыли полицейские благодаря генотипу подозреваемого. Откаты на бассейне. Директора спортшколы в Ухте осудили за взятки и присвоение при ремонте бассейна. Не доходя до кассы. Шумная компания отметила рождение ребенка посреди магазина. В декабре на дорогах республики погибли три человека. Еще девять получили травмы различной степени тяжести. Причины ДТП разные, в том числе невнимательность водителя или грубое пренебрежение правилами дорожного движения. Антон Булаев окунулся в ситуацию. Днем 6 декабря в Ударском районе опрокинулся школьный автобус. ЧП произошло на 22-м километре автодороги Усогорск-Будкан. По словам водителя, он поворачивал налево и на скользкой дороге пас неожиданно занесло. Хотя скорость машины не превышала 40 км в час, выровнять ее и остановиться у шофера не получилось. Технику выбросило кювет и опрокинуло на бок. Пристегнутые ремни безопасности спасли жизни людей. Пострадали две девочки несовершеннолетние 2004-2006 годов рождения, а также сопровождающая женщина 1965 года рождения. За последний год водитель к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался три раза. За превышение установленной скорости движения транспортных средств, также за нарушение правил остановки стоянки транспортных средств и нарушение правил использования внешними световыми приборами. А вот следующая авария, которая произошла 7 декабря в Княжпогодском районе, трагедию избежать не удалось. На 173-м километре автодороги Сыктывка-Рухта водитель Деуматис потерял управление и на встречной полосе врезался во внедорожник. Малолитражка превратилась в груда искореженного железа. Мужчины, которые ехали в легковушке, скончались до приезда медиков. Пассажиры Митсубиси получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Еще один выезд на встречку в Карткировском районе также стал причиной гибели человека. После сильного удара Жигули подкинуло в воздух и несколько раз перевернуло, после чего оба автомобиля оказались в кювете. Владелец седана погиб, его машина получила серьезную деформацию. Водитель и трое пассажиров пикапа были травмированы, но их жизни ничего не угрожает. Завооруженное нападение на двух женщин надолго отправили за решетку жителя Сыктывкара Максима Панюкова. Его признали виновным в преступлениях, которые долгое время числились в разряде глухарей. Сыщики вышли на след подозреваемого благодаря ДНК-экспертизе. Задержанный признался в разбоях, но убивать говорит не хотел. Репортаж Романа Истомина. Звонок случайной прохожей, которая увидела раненую женщину во дворах рядом с больничным городком, поступил на станцию скорой днем 31 мая 2014 года. Пострадавшую госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, резаная рана шеи оказалась смертельной. Очевидцы видели силуэт убегающего мужчины с светлой футболки, но лица не разглядели. На месте преступления, кроме следов крови, были обнаружены обрезанные ручки дамской сумочки. В ходе осмотра места происшествия первоначального была применена поисковая собака, которая вывела на эту сумку, на этот след. Сумка была на небольшом расстоянии обнаружена под камнем. В тот момент, в 2014 году, по сумке была проведена генетическая экспертиза. На ней был выявлен генокод, который не принадлежал самой потерпевшей, а также ее родственникам. Оперативно следственная группа выяснила, 48-летняя женщина трудилась продавцом небольшой торговой точки. Днем она зашла в продуктовый магазин, разменяла мелочь на купюры, купила продукты и пошла обратно на работу. В первоначальной отрабатывалась версия разбой, грабеж, что преступление совершено лицом, возможно, употребляющим спиртные, алкогольные напитки, либо наркотические вещества, потому что преступление было совершено довольно-таки дерзко. Сотрудники уголовного розыска проверяли всех ранее судимых жителей ближайших кварталов, прежних строителей и даже окружения погибшей. Осмотрели записи видеорегистраторов проезжающих машин, но все тщетно, и только в марте этого года у следствия появилась железная зацепка. ДНК преступника, обнаруженное на сумке убитой, совпало с генотипом 32-летнего Максима Панюкова, осужденного в 2017 году за серию квартирных краж. Уроженец Карткировского района, который несколько лет перебивался в секретаре случайными заработками, написал явку с повинной. Но мужчина утверждал, разбойное нападение заранее не планировал, а удар по шее канцелярским ножом нанес неумышленно. Дескать, упавшая женщина крепко вцепилась в сумку и не хотела ее отдавать. Вскоре Панюков признался в другом нападении на случайную прохожую в сентябре 16-го. Поздно ночью девушка возвращалась с работы домой. Мужчина стал ее преследовать. Схватил сзади, прикрыл рот рукой, повалил на землю и стал бить кухонным ножом в разные части тела. Жертва просила пощадить. ДНК преступника, найденная на одежде девушки, тоже совпало с генотипом Панюкова. Понимая, какое наказание ему грозит, он доказывал суду, что убивать никого не хотел, но у гособвинения были весомые улики. Судмедэксперт, посмотрев видеозапись проверки показаний на месте, утверждал, что рана на шее женщины не могла образоваться от продемонстрированного якобы случайного удара. Позиция стороны обвинения основывалась на исследованных судом доказательствах, в том числе свидетельских показаниях, которые наблюдали потерпевшую непосредственно после совершения в отношении его преступления. Им потерпевшая успела сказать, что неизвестный порезал ей вначале шею, после чего отрезал ручки сумки и скрылся сумкой. Верховный суд Коми признал Панюкова виновным в убийстве женщины, сопряженная с разбоем и вооруженном нападении на вторую потерпевшую. С учетом прежнего наказания за кражи, по совокупности приговоров ему назначили 18 лет колонии строгого режима, а затем еще два года ограничения свободы. Кроме этого, Фемида обязала обвиняемого возместить государству расходы на адвоката, а также на лечение двух пострадавших. Когда приговор вступит в законную силу, придется ему возместить и моральный вред дочери погибшей в размере полутора миллионов рублей. Сотрудники Росгвардии подвели итоги оперативно-профилактической операции «Охота». Она проводилась на территории республики с 8 по 26 ноября. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы бойцы ОМОН и представители природоохранных структур выезжали в рейды по борьбе с браконьерами. За полмесяца силовики проверили полсотни владельцев оружия и выяснили, многие игнорируют правила охоты и отправляются за добычей, не имея на это должного разрешения. Самое распространенное нарушение – это нахождение владельца оружия в охотничьих угодьях без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также путевки. На территории республики есть общедоступные охотничьи угодья, а также закрепленные охотничьи угодья. В соответствии с тем или иным нахождением владельца оружия ему необходимо иметь при себе или разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное Министерством природы республики Коми, или разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевки, выданные соответствующей природоохранным ведомством. В рамках операции силовики выявили семерых нарушителей, у которых не было разрешения на промысел. Всем грозит штраф до 4000 рублей и запрет на охоту на срок до двух лет. Двух мужчин привлекли к административной ответственности за нарушение правил охоты. Росгвардейцы изъяли нелегальное ружье и патроны у одного из сельчан. Ему грозит штраф до 5000 рублей. Три взятки и одно присвоение. Ухтинский суд вынес приговор директору спортшколы «Юность» Егору Русскому. На должность руководителя городских бассейнов его назначили в прошлом году. Там он развил бурную деятельность по ремонту и оснащению социального объекта. Впрочем, как установили сотрудники ФСБ и Следственного комитета, не забывая при этом про свой интерес. Репортаж Эдуарда Бушуева. Известного в Ухте общественника, который в 2014 году уезжал ополченцем на защиту Луганской Народной Республики, по возвращению заметили и на малой родине. С июня 2017-го доверили должность директора спортивной школы «Юность». Два бассейна требовали серьезной модернизации. Для этого новый руководитель привлек три коммерческие фирмы. Получив согласие, он обеспечил оформление финансово-хозяйственных отношений и заключение контрактов на поставку и обслуживание систем оповещения о пожаре, систем управления эвакуацией, а также видеонаблюдения. Кроме того, контракты на поставку светотехнической продукции и проведение ремонтных работ. Суммы контрактов на поставку и ремонт оборудования не превышали 100 тысяч рублей. Процедуры электронных госзакупок для них не требовалось. Возникающие проблемы с подрядчиками приходилось решать в ручном режиме. Среди телефонных разговоров с подрядчиками у Егора Русского периодически всплывали и некие свои вопросы. По версии следствия, которое в апреле этого года возбудило уголовное дело, речь шла о передаче взяток. По признанию подрядчиков, суммы трех откатов за лояльные отношения директора были весьма скромными. 37 тысяч рублей деньгами и многофункциональным устройством за 14,5 тысяч рублей. Егор Русский, которого взяли под стражу в апреле этого года, получение от бизнесменов-презентов признал, но частично. Назвал их спонсорской помощью спортшколе, хотя часть денег зачислял на свою личную карту. Обвиняемый поддерживался версии, пояснял, что денежные средства он тратил только на нужды спортивной школы. Вот он объяснял, как, подробно, куда он эти деньги тратил, покупал, как он пояснял различную оргтехнику, компьютерное оборудование, иные какие-то предметы для спортшколы, приводил это к примеру. Однако все его показания, они подтверждены не были. Люди до прошлого-то все отрицали, у которых он якобы приобретал технику. Помимо взяток, следствие выявило и эпизод с присвоением. В январе и апреле по указанию директора, собранные в двух бассейнах 5 тонн металлолома, были сданы в пункт приема чермета. Почти 50 тысяч рублей попали не в кассу, а оказались в руках директора. В конце следствия Егор Русский процессуально признал вину и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке. Ухтинская Фемида смещила наказание и назначила 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 540 тысяч рублей и двухлетним запретом на руководящей должности. Приговор еще не вступил в законную силу. Два сыктывкарца шумно отмечали рождение ребенка, а затем стали фигурантами уголовного дела. Вечером 5 декабря компания пьяных друзей зашла в торговый центр. Мужчины вели себя вызывающе, кричали и громко смеялись. Затем пошли по торговым рядам и в открытую стали хватать с полок шампанское, тут же его открывать. Закусывали красной икрой и конфетами. Затем хулиганы отправились в отдел более крепких напитков. А вот на кассе согласились оплатить лишь часть товара, о чем впоследствии узнали работники супермаркета. С заявлением о хищении коньяка, чья закупочная цена превышала 6,5 тысяч рублей, представитель торговой организации обратился в полицию. Похитили французский коньяк, а также подарочный пакет. Молодые люди пытались возместить ущерб, но руководство магазина потребовало привлечь дебоширов к уголовной ответственности. За кражу алкоголя им грозит до 5 лет лишения свободы. А вот за мелкое хулиганство по административной статье придется отвечать всем троим. Программа «Крик. Криминал и комментарии» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Это и другие выпуски программы на нашем сайте юрган.р. Напоминаем, телеканал «Юрган» в пакете Триколор ТВ. Следующий обзор криминальных событий региона смотрите в среду. До встречи на телеканале «Юрган». Техосмотр недорого. ООО «Центр Автопром». В 350 метрах от ГИБДТ. Сразу за вторым железнодорожным переездом. Местечко Дырнас, дом 108, дробь 4. Телефон 550-830. Работаем без перерывов и выходных.